Исландия за независимость Исландия за независимость В 1918 году Исландия стала полностью суверенным государством, находясь в Дании под властью общего короля. 29 мая 1944 года в Исландии произошел референдум о независимости от Дании и 17 июня 1944 года она стала независимой республикой. Подписал Старый договор в 1262 году Старый договор соглашения о переходе Исландии под власть норвежской короны было заключено между исландцами и норвежским королем. После периода внутренней борьбы в Исландии, период этот именуется эпохой Струлунга, вынуждены передали суверенитет королю Норвегии. Исландия оставалась в таком положении до 1380 года. Затем она стала частью Кальмарской унии, личной унии королевств Дании, Норвегии, Швеции. Дания была доминирующей державой. Предпринимались попытки найти доказательства националистических настроений до XIX века. И не было найдено все объемные доказательства в том виде, как мы понимаем, представляем это сегодня. Примерно в середине XIX века в Исландии возродилось национальное сознание, возглавляемое исландскими интеллектуалами с датским образованием. Наиболее известными из них были так называемые поэты и писатели, возглавлявшие журнал «Фльорнир». Журнал выдвигал исландские национальные идеи, включая отделение Исландии от Дании. Итак, известные деятели Йонас Хадель Гримсон, исландский поэт и естествоиспытатель Конрад Гизласон, исландский лингвист и грамматик и другие. По словам историка Гудмундура Хальф Данарсона, первые призывы к автономии в Исландии прозвучали в начале 1830-х годов. Требование автономии было доминирующим в исландском внутреннем дискурсе в середине XIX века. Тем временем, под руководством Йона Сигурдсона, о нем вы можете посмотреть небольшое видео на моем канале, я оставлю ссылку, возникло движение за независимость. В 1843 году Королевский указ восстановил исландский альтинг – всеобщее собрание парламент Исландии. Формально считается старейшим в мире, хотя за время существования органа власти под названием альтинг его содержание изменилось от всенародного собрания до современного парламента в качестве консультативного собрания. Но он претендовал на преемство с альтингом Исландии эпохи народовластия, который на протяжении столетий оставался судебным органом и был упразднен в 1800 году. Исландия эпохи народовластия – республиканское государство, существовавшее на территории Исландии в период от основания альтинга в 1930 году до вынужденной присяги на верность норвежскому королю в 1262 году. Сторонники независимости Исландии преследовали свои цели мирным путем. Борьба за независимость достигла своего апогея в 1851 году, когда датчане попытались принять новый закон, который игнорировал замечания, комментарии и просьбы исландцев. Исландские делегаты под руководством Йона Сигурсона несли свое собственное предложение. Собрание было распущено. Это заставило Сигурсона подняться вместе со своими коллегами-делегатами и произнести фразу «Мы все протестуем». Историк Гудмундур Хальт Данарсон теоретизирует, что исландские фермеры объединились с исландскими либеральными мыслителями, такими как Йон Сигурсон, в борьбе за национальную свободу, потому что они хотели уменьшить влияние Дании на их положение в исландском обществе. Исландские фермеры опасались, что различные социальные ограничения, например, в отношении свободной миграции, будут отменены. Историк Гудмундур Хальт Данарсон выражает некоторую поддержку этой теории, но отмечает, что вряд ли есть достаточные доказательства, чтобы заключить, что социальный консерватизм был главной силой, стоящей за национализмом исландских фермеров. Историк Гудмундур Хальт Данарсон связывает исландский национализм с состоянием датской политики в первой половине XIX века. Хальт Данарсон пишет, Датская составная или конгломератная монархия потеряла свою легитимность не только среди исландских интеллектуалов, но и среди их датских коллег в первой половине XIX века. Обе группы рассматривали национальное государство, объединенное на основе общей культуры, языка, как государственную форму будущего. В то время как сложные монархии, смешивающие людей различных культурных традиций, под одним правительством были связаны с абсолютизмом и реакционной политикой прошлого. Однако многие датчане скептически относились к независимости Исландии в конце XIX и начале XX веков, характеризуя нацию как слишком маленькую, чтобы управлять собой, слишком зависимой от финансовой помощи Дании. И их беспокоили внешнеполитические вопросы, конечно же. Исландское движение за независимость было мирным с самого начала постнаполеоновский период до достижения независимости в 1944 году. Общие объяснения мирного характера борьбы за независимость Исландии включают расстояние Исландии до Копенгагена, однородное население Исландии, вежливые ответы Дании на требования Исландии, нежелание Дании реагировать насильственно, отчасти из-за уважения к исландской культуре, но также из-за нежелания нести расходы по подавлению движения за независимость Исландии, мирные тенденции в скандинавском регионе после наполеоновских войн. Субтитры создавал DimaTorzok